Всем привет! Я сейчас еду в школу для того, чтобы забрать детей. Поскольку я их забираю раньше времени, нам нужно ехать к окулисту, то я должна... О, как раз, смотрите, физкультура, видимо, у кого-то. То я должна пройти в офис и письменно задокументировать, что я их беру. Блин, как мне тут проехать? Ну, быстрей, быстрей, я уже опаздываю. Да, видимо, у них форма такая. Вообще, я знаю, что мои дети не перебивают на физкультуру, и вот в этом году это high school, 9 класс, у них можно выбрать, что они хотят делать, на физкультуру ходить, либо музыкальный класс. Вот девочка у нас выбрала физру, а мальчик занимается музыкой. Вот, по идее, я сейчас должна ехать очень медленно. Ну, честно, поскольку я уже опаздываю, записывала другое видео. Надо быстрей. Так-так-так-так-так-так. Не жаль, они не видят, что я еду. Стоянка полная, смотрите. Сейчас, значит, как я установила, я еду в офис. Кстати, когда я пришла здесь в офис, блин, меня спросили, вы русская? Я говорю, да, оказывается, у женщины, которая работает здесь в офисе, есть знакомый наш русский, и он как раз, я вот знаю. Вот так вот выглядит, скажем так, задний, бэк-ярд, да, школы. Здесь, видите, есть лавочки, столики, студенты кушают. Так, ну вот, я уже забрала детей, мы ужасно опаздываем. И в двух словах об этой американской школе. Я ходила с ними на собрания до начала занятий. Кстати, занятия у нас начались в этом году, 7 августа, довольно-таки рано. Ну, вообще, здесь всегда начинаются занятия в начале августа. Насколько я знаю, это раньше, чем во многих других штатах страны. Говорил директор, ну, как бы представлял себя, представлял своих замов, представлял ещё других работников школы. Говорил о том, что, пожалуйста, родители, следите за тем, как одеваются ваши дети. То есть для девочек ничего там сильно обтягивающее, чтобы не показывать никакие части своего тела. Иначе нам придётся принимать меры, если вы сами с этим не будете справляться. Также в этом году снова прозрачные рюкзаки. То есть можно приобрести прозрачные, как бы клеёночные будут. Либо, вот такой, как в прошлом году я показывала, фирма Nike, а не сетка. То есть чтобы через них было видно, чтобы дети не приносили в школу никакого оружия и запрещённых предметов. Занятия начинаются, у них, по-моему, о 8 утра. И заканчиваются в 3.15. У них 4 урока по полтора часа каждый. Представьте, полтора часа. Это как в институте было, мне кажется, для их возраста это очень тяжело, выслеживает только времени. Но, тем не менее, вот первые полгода, первый семестр у них будет 4 предмета. Второй семестр у них будет 4 других предмета. То есть тоже такая странная немного система, но, тем не менее. Кстати, что оказалось, интересно, что их школа принимает студентов, учеников из других стран. Так, в прошлом году у них кто-то был из России. В этом году у них 2 студента из Германии, 2 из Италии и один есть из Порто-Рико, мальчик. Сейчас они мне сказали. Я хотела побольше поговорить об этом с женщиной, которая работает, там как раз у которой есть знакомые русские. Но времени уже не было. В общем, вот вкратце о школе. Кстати, очень прошу детей постоянно, что, пожалуйста, запишите мне видео прямо в школе. Потому что в этом году они могут больше времени пользоваться телефонами во время уроков. И что у них биология началась, они делают разные лабораторные опыты. Я их прошу, пожалуйста, запишите мне видео о том, как вот школа внутри устроена, как вы там опыты проводите, как вы обедаете. Но мне кажется, если я им скажу, что я вам заплачу по 5 баксов за каждое видео, тогда они запомнят, что надо снять. А так они постоянно забывают. В общем, будем надеяться, что в скором времени их память улучшится. Ну все, всем пока!